Духовный искатель Не приносит осуществленности Жизнь, какую я знаю снаружи, бессмысленна Как только человек осознает тот факт, что в жизни нет никакого смысла, начинается поиск И это негативная сторона Но без этой негативной составляющей не сможет возникнуть позитивная Духовный поиск означает в первую очередь негативные чувства Чувство, что жизнь, какова она есть, бессмысленна И весь этот процесс венчается только смертью Прах во прах В конечном итоге человек остается с пустыми руками Вы претерпеваете жизнь в такой агонии, в таком аду И в конечном итоге оказывается, что ничто не достигнуто Такова негативная составляющая духовного поиска И сама жизнь помогает вам к ней прийти Это составляющая, это негативность, это разочарованность, это внутренняя боль Задача, которую должен осуществить мир Как только вы в полной мере осознаете факт бессмысленности той жизни, в которой вы живете Обычно начинается искание Потому что этой бессмысленной жизни не даст вам покоя Бессмысленность жизни создает пропасть между вами и всем, что составляет жизнь Эта брешь неотвратимо растет, становится все шире и шире Вы чувствуете, что почва ушла у вас из-под ног Тогда начинается поиск некого смысла Некого блаженства Это вторая составляющая Позитивная составляющая Духовный поиск означает Найти резонанс с реальной действительностью Не с проекцией того, что вам снится Вся наша жизнь просто проекция Проекция наших снов Она устремлена не к тому, чтобы познать реальное, имеющееся Но к тому, чтобы достичь желаемого Слово желание можно принять как символ нашей так называемой жизни Она является проекцией желаемого Вы не ищете того, что есть Вы ищете желаемого Вы продолжаете желать А жизнь продолжает вас разочаровывать Потому что она такая, какая есть Она не может быть такой, как вам хочется Вас ждет разочарование И не потому, что реальность вам противодействует Но потому, что вы не сонастроены с реальностью Вы сонастроены только со своими снами Ваши сны разобьются в дребезги Так что пока вам снится сон Пока вы мечтаете Все хорошо Когда же любая мечта осуществляется Все оборачивается разочарованием Духовный поиск означает это негативное понимание Коренной причиной разочарования является желание Желать значит добровольно заключать себя в своего рода скорлупу Желание есть мир Быть от мира значит желать И желать бесконечно Никогда не осознавая Что желание приводит только к разочарованию Стоит лишь это осознать Чтобы желание прекратилось Или осталось единственное желание Познать то, что есть Мне нужно не проецировать себя А познать то, что есть Я хочу не быть таким-то и таким-то Не чтобы реальность была такой-то и такой-то Но только одного Я хочу знать реальность Реальность без прикрас Какой бы она ни была Я не должен проецировать Я не должен вмешиваться Я хочу встретить реальность такой, как есть Духовный поиск в позитивном аспекте означает Встретить существование таким, как есть Без всяких желаний Если желания нет Механизм проецирования приостанавливается И вы можете видеть то, что есть И это то, что есть Это действительность Стоит вам его узнать Дает вам все Желания всегда обещают и никогда не дают Желания всегда обещают блаженство, экстаз Но обещанное никогда не приходит И каждое желание вливается лишь в еще большее желание Каждое желание оставляет на своем месте следующее желание Которое еще сильнее И которое в конце концов ведет к еще большему разочарованию Нежелающий ум ведет к духовному поиску Духовный искатель тот Кто в полной мере осознает бессмысленность желания И готов знать то, что есть Реальность рядом, совсем рядом Как только человек готов ее знать Но вы никогда не готовы Вы живете в желаниях, в будущем Реальность всегда в настоящем Здесь и сейчас Но вы никогда не в настоящем Вы всегда в будущем В желаниях, в снах В мире своих желаний мы спим и видим сны А реальность здесь и сейчас Как только вы прекращаете спать Как только сны прерываются Вы пробуждаетесь к реальности Которая здесь и сейчас, в настоящем Вы рождаетесь заново С вами случается экстаз Осуществленность Все то, чего вы всегда желали Но никогда не могли достичь Духовный поиск значит Быть здесь и сейчас А здесь и сейчас Вы можете быть только без желающего ума Желающий ум колеблется Как маятник Он движется или в прошлое, в воспоминания Или в будущее, в желания, в сны Но он никогда не бывает здесь и сейчас Никогда не приходит в позицию Здесь и сейчас Он раскачивается между одной крайней точкой Прошлым И другой крайней точкой Будущим В этих колебаниях между прошлым и будущим Мы промахиваемся И не попадаем в точку реальности Реальность здесь и сейчас Она никогда не бывает прошлым И никогда не бывает будущим И это всегда настоящее Единственный момент сейчас Единственное время сейчас Сейчас никогда не истекает Сейчас вечно Сейчас всегда здесь Но мы не здесь Быть духовным искателем значит Быть здесь Если угодно, назовите это медитацией Назовите это йогой Назовите это молитвой Каким бы ни было название, важно другое Ум не должен существовать А ум существует только вместе с прошлым или будущим Без них ума нет Вчера я с кем-то разговаривал И я сказал, что в настоящем невозможно думать Как только вы начинаете думать Настоящее превращается в прошлое Поэтому ум не может существовать в настоящем Он или существует в памяти о прошлом Или уходит в будущее С настоящим он никогда не соприкасается И не может соприкасаться Это невозможно Так что если нет мысли Нет и ума Это не умствие И есть медитация Тогда вы здесь и сейчас Тогда вы взрываетесь в реальность Тогда реальность взрывается у вас В духовном поиске не ищут мокши Спасение после смерти Это было бы очередным желанием И даже большей жадностью Чем та, что желает богатства, престижа, власти В желании мокши жадности еще больше Потому что ему мало жизни Оно заглядывает даже за грань смерти Духовный поиск не значит Что вы ищите Бога Потому что и это было бы жадностью Если вы ищите Бога Ваш ум снова направляет жадность Должно быть, вы ищите Бога не просто так Может быть, в самой глубине бессознательного Может быть, сами того не зная Но в своем поиске Бога Вы на что-то рассчитываете Всем этим я не хочу сказать Что когда духовный поиск приводит к осуществлению Оказывается, что нет Бога Я не говорю, что когда вы достигаете медитации И отсутствие ума нет мокши Мокши есть Вы достигаете освобождения Но не желаете его Когда реальность познана такой, как есть Освобождение случается само собой Бог есть Но не потому, что вы этого желали А потому, что это реальность И когда вы узнаете реальность Вы узнаете, что она божественна Реальность божественна Но ни Бог, ни мокши, ни блаженства Не являются целью поиска Потому что, как только появляется желание Вы снова устремляетесь в будущее Духовный поиск есть разочарование в будущем И пребывание в настоящем Готовность смотреть в лицо всему, что здесь и сейчас Что бы то ни было Взрывается божественное Приходит свобода Но все это не цель поиска Все тени реализации Следствие реализации реального Итак, сначала осознайте весь процесс жизни Как разочарование Не должно остаться ни единой иллюзии Иначе вы будете к ней привязаны Идите как можно глубже в каждый из опытов жизни Не бегите от них Узнайте их так глубоко, чтобы в них разочароваться Не бегите Не отрекайтесь Только так первая задача будет выполнена И вы сможете совершить прыжок здесь и сейчас Если вы осознали, что будущее является коренной причиной всего вздора Создаваемого человеческим умом Вы сделали главный шаг Путешествие окончено Теперь вы готовы осознать то, что есть В первой задачи, негативной задачи Очень помогает жизнь Так что войдите в каждый опыт В каждое желание Узнайте его Никогда не отрекайтесь, пока до этого не дозреете Может оказаться, что вами движет не настоящее разочарование в жизни А только жадность, пробужденная религиозными обещаниями Вы не знаете, что жизнь божественна Но заворожены религиозные идеи рай Тогда все затрудняется Потому что вы не выполнили первую задачу, первую часть Вторая часть будет очень трудной Проживите первую часть И тогда выполнить вторую будет очень легко Вторая трудна, только если первая не прожита в полной мере Тогда вы спрашиваете Как медитировать? Тогда вы говорите Ум не останавливается Тогда вы говорите Мыслительный процесс продолжается Мы не можем его остановить Как его остановить? Желание по-прежнему есть А пока есть желание Оно рождает мысли Первая часть не выполнена Достаточно зрелым для духовного поиска Становится тот человек Который ничего не побоялся в жизни И исходил все ее дороги Он узнал жизнь глубоко И ничто не осталось не поздно Тогда медитировать легко Потому что создавать мысли некому Создавать желания некому Крикните ху И вы в настоящем Самое простое средство Приводит вас в молчание Дзенскому мастеру достаточно Только замахнуться посохом И вы в настоящем Если первая часть выполнена Может помочь даже такое простое средство Дзенский монах Дзенский монах Ринзай проповедует в храме Он погружен в проповедь Но один из служащих ему мешает Ринзай останавливается и спрашивает его В чем дело? Человек поднимается и говорит Что такое душа? Ринзай хватает посох и велит дать ему дорогу Человеку становится страшно Такого ответа он не ожидал Ринзай подходит к нему Хватает его за горло и стискивает У него глаза вылезают из орбиты Ринзай душит его и спрашивает Кто ты? Кто ты? Кто ты? Закрой глаза! Он закрывает глаза Ринзай продолжает спрашивать Кто ты? Кто ты? Он открывает глаза Он смеется и низко кланяется Он говорит Я понял Ты действительно ответил Что такое душа? Такое простое средство Но этот человек был готов Кто-то спросил Ринзая Ты ответил бы так всякому? Ринзай сказал Этот человек был готов Он спрашивал не ради вопроса Он был готов Первая часть была выполнена Он спрашивал по-настоящему Для него это вопрос жизни и смерти Что такое душа? Первая часть выполнена полностью Он разочаровался в жизни полностью Поэтому он спрашивает Что такое душа? Эта жизнь стала для него не лучше смерти Поэтому он спрашивает Что такое жизнь? Всякий ответ был бессмыслен Я помог ему остановиться в настоящем Конечно, когда вас схватили за горло его на краю гибели Невозможно быть в будущем Невозможно быть в прошлом Вы здесь и сейчас Этот момент слишком опасен, чтобы его пропустить Если вам просто сказать Войди глубоко и узнай, кто ты Случится трансформация Вы входите в самадхи Вы останавливаетесь в настоящем Окажитесь в настоящем хотя бы на мгновение И вы познали, встретили И никогда больше не собьетесь с пути Духовные чувства – знать то, что есть Что это такое Ни что-нибудь Это Что это такое Этот я, который говорит Этот ты, который слушает Это целое Что это такое Просто остановитесь Войдите глубоко в это Пусть оно откроется вам И откройтесь его сами Тогда случится встреча Это встреча То, что вы ищете В этой встрече состоит весь поиск Вот почему мы назвали его йогой Йога значит встреча Само слово йога Означает встречу Воссоединение Слияние воедино Но так называемые духовные искатели Не ищут духовности Они только направляют Свои желания в новое измерение А в этом духовном измерении Никакое желание невозможно Потому что духовное измерение Открыто лишь тем, кто не желает Те, кто желают Лишь создают новые иллюзии Новые сны Сначала поймите Что желание только стремится Но ничего не достигает Потом остановитесь Будьте неподвижны И поймите то, что есть Все открыто Лишь мы закрыты в своих желаниях Все существование открыто Все двери открыты Но мы бежим так быстро, что не замечаем И чем более мы разочарованы Тем больше разгоняемся Потому что ум говорит Ты бежишь слишком медленно Вот почему ты ничего не достигаешь Ум не скажет Ты ничего не достигнешь Из-за того, что бежишь Как он может? Это нелогично Ум говорит Ты бежишь слишком медленно Вот почему ты не достигаешь Беги быстрее Кто бежит быстрее, достигает Но спросите у тех, кто бежит быстрее Ум говорит им то же самое Беги еще быстрее Достигает тот, кто бежит еще быстрее Никто ничего не достигает Но всегда есть кто-то впереди вас И кто-то сзади Вы кого-то обогнали Но где бы вы ни были Всегда есть кто-то впереди Почему? Потому что желание бегает по кругу Мы бегаем по кругу Даже если вы бежите очень быстро Те, кого вы обогнали Могут оказаться впереди вас Из-за того, что мы бегаем по кругу Кто-то всегда впереди И всегда вас преследует ощущение Что вы бежите слишком медленно Что кто-то другой достигает А вы проигрываете В этой стране мы узнали многие истины Мы назвали этот мир сансарой Сансара значит колесо Движетесь не только вы Но и само колесо Колесо не стоит на месте Даже если вы остановились Колесо продолжает вращаться Поэтому нужно не просто остановиться Но еще сойти с колеса Сойти с колеса Это и есть саньяса Просто остановиться мало Вы должны еще сойти с колеса Потому что даже если вы сами Никуда не бежите Колесо продолжает вращаться И это колесо так огромное И оно вращается с такой силой Что даже стоя на месте Вы продолжаете двигаться Сойти с колеса Это саньяса Не только остановиться самому Но и сойти с колеса Не оставайтесь в колесе Выберитесь из накатанной колеи Свидетельствуйте ее Только тогда вы узнаете Из чего складывается колесо И почему оно продолжает двигаться Даже когда вы стоите Колесо создается бесконечными желаниями Всеми желаниями Которые только существовали на свете И существуют сейчас Всеми желаниями всех людей Всех существ Всех времен Вы умрете Но созданные вашими желаниями волны Останутся Вас уже нет Но волны ваших желаний Расходятся в ноосфере Как круги отброшенного в воду камня Меня уже нет Но я что-то сказал И эти слова Эти звуки Остаются вибрировать бесконечно Каким бы ни было ваше желание Сбывшееся или не сбывшееся Как только в ваш ум В ваше сердце Входит желание Вы уже подняли волны Круги уже расходятся Они останутся после вас Это колесо Это сансара Состоит из всех желаний Прошлых и ныне существующих Его сила Сила всех ныне живущих И всех мертвых прошлого Так велика Что вы не сможете устоять на месте Вас сметет этой силой И вы побежите Точно так бывает в толпе Когда вся толпа бежит Вы не можете стоять на месте Вас просто сметают с места И приходится бежать Набегу вы в безопасности Остановиться Значит погибнуть Чтобы бежать Вам не нужно даже собственной энергии Если вы не приложите усилия Сами Вас понесет толпа Таково это колесо Колесо желаний Может быть вы видели колесо На тибетских изображениях Оно прекрасно изображено Целое колесо желаний Сойти с колеса Это саньяса Просто выйдите из толпы Просто спрыгните Просто сядьте на обочине Скажите До свидания Только теперь вы знаете Явление этого колеса Только теперь вы знаете Что какие-то люди бегут по кругу Они пробегут мимо много раз Теперь вы знаете Что перед вами колесо Бонды и махавиры Могли называть этот мир Сансарой Колесом Потому что поняли Что это колесо Сойдя с него Вы бежите не по прямой Вы бежите по кругу Повторяя одни и те же желания Одни и те же дни Одни и те же ночи Одни и те же разочарования Вихрь остается прежним Вас толкает сзади Тянет спереди И вы кружитесь Саньяса значит Сделать шаг в сторону Сделать шаг наружу Это вторая часть саньясы Саньясы две части Первая часть Узнать разочарование Узнать боль Тогда случается чудо Как только вы понимаете Что мир значит боль Что мир значит разочарование Разочарование исчезает бесследно Разочарование приходит из-за того Что вы надеетесь Что мир вас не разочарует Страдание приходит Из-за того Что вы надеетесь Даже тогда Когда знаете Что надежды нет Надеяться бессмысленно Когда вы это понимаете, вы больше не испытываете отчаяние Когда вы это понимаете, отчаяние теряет силу Тогда вам не в чем отчаиваться Потому что нет надежды Вот почему буддизм не смог встретить понимание Западный ум способен истолковать его только как пессимизм Это заблуждение естественно Буддизм не пессимистичен Но западному уму он кажется пессимистичным Потому что называют мир разочарованием Называют мир духой, страданием Все кажется в черном свете Но на самом деле все иначе Земля не знала другого человека Такого же счастливого Такого же блаженного, как Будда А если и знал, это очень редко Будда вовсе не был пессимистом В чем же секрет? А секрет вот в чем Если вы знаете, что этот мир Докха Вы не ожидаете ничего, кроме Докхи Только ожидания создают пессимизм Когда нет ожиданий Нет места и страданию Достаточно один раз понять, что жизнь значит страдание И вы больше никогда не будете несчастны Страдание для вас кончилось Таким образом, Саньясин Не просто разочаровавшийся человек Саньясин тот Кто узнал, что разочарование Внутренне свойственны мир Он не разочарован Он чувствует себя как нельзя лучше Ему не в чем разочаровываться Что бы ни случилось Он знает, что должно быть так, а не иначе Даже смерть для него не страдание Потому что смерть несомненно и непреложна Как только вы понимаете природу этого вращающегося колеса Этого мира Этой так называемой жизни Этого повторяющегося замкнутого круга Вы становитесь человеком молчания и блаженства Теперь вы не надеетесь Поэтому нет и отчаяния Вы расслаблены и собраны Чем более вы расслаблены Тем более собраны Чем острее вы в моменте Тем более свободны от колебаний В покое и без движения В этот самый миг Здесь и сейчас Все, что необходимо познать и постичь Мокша Бог Реальность В этом мгновении В этот миг В каком-то смысле Духовный поиск ничего не ищет В нем нет объекта Духовный поиск познает то, что есть И познание это приходит Когда вы в моменте Быть в моменте Вот тайный вход Или, если угодно Очевидная тайна Быть в моменте Очевидная тайна Духовный поиск Субтитры создавал DimaTorzok Духовный поиск Субтитры создавал DimaTorzok Духовный поиск Духовный поиск Субтитры создавал DimaTorzok